Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Алексей Колчин и сегодня мы поговорим о реактивном движении, о тяге реактивного двигателя и о некоторых заблуждениях, связанных с объяснением его работы. Яков Исидорович Перельман написал несколько книг, посвященных реактивному движению. Ну вот в книжке «Занимательная физика», которая была написана больше ста лет тому назад, он писал о распространенном в его время заблуждении. Даже среди людей, изучавших физику, случается нередко слышать совершенно превратное объяснение полета ракеты. Она летит потому будто бы, что своими газами, образующимися при горении в ней пороха, отталкивается от воздуха. Так думали в старину. Ну, сегодня, конечно, никто так не думает и не думают, что ракета на старте отталкивается реактивной струей от земли сначала, а потом от воздуха, потому что она прекрасно летит и в безвоздушном пространстве. Но, тем не менее, в объяснении реактивного движения есть некоторые недопонимания. И о них мы с вами сегодня и поговорим. И главное, что нужно понимать про реактивное движение, это то, что оно основано на принципе отдачи. Например, когда я стреляю из ружья, легкое пуля летит с большой скоростью вперед, а при этом тяжелое ружье с меньшей скоростью, но весьма чувствительно бьет меня в плечо и движется при этом назад. Но ружья у нас нет. Вместо него мы собрали вот такую установку. Основу которой составляет трубка, внутри которой может двигаться поршень. Сейчас поршень прикреплен с прикрепленными к нему резинками. Вот они растянуты сейчас на максимальную длину. И он привязан ниткой к крючку. Теперь мы можем вложить в него снаряд. Снарядом будет являться вот этот шарик. Стальной, весьма тяжелый. И теперь мы можем поставить ее на старт. И пережечь нитку. Включаем горелку. На старт. Внимание! И машинка поехала с большой скоростью в другую сторону. Но надо заметить, что ее масса примерно в три раза больше, чем масса шарика. И по закону сохранения импульса она поехала со скоростью в три раза меньше, чем скорость шарика. А в обычном реактивном двигателе струя вытекает непрерывно. И поэтому его действия можно сравнить скорее не с одиночным выстрелом из ружья, а со стрельбой из автомата очередями, где пули летят одна за другой. И вот мы сделали модель такого реактивного двигателя из яичной скорлупки по схеме, которую мы нашли все в той же книжке Перельмана «Занимательная физика». В скорлупку налито немного воды. Эта вода нагревается спиртовкой, кипит. И из маленького отверстия в яйце вырывается струя пара, которая и толкает нашу лодку вперед. Ну, лодка плывет весьма медленно, потому что сила тяги у такого реактивного двигателя совершенно незначительна. Но, тем не менее, он работает. И мы это видим. Ну, а теперь поговорим о том, как возникает сила реактивной тяги. И этот вопрос требует внимательного и тщательного обсуждения. Потому что, когда мы говорим, и я точно так же сказал, что реактивная тяга создается вылетающей из сопла двигателя струей, то это не совсем так. Конечно, без струи реактивное движение невозможно. По закону сохранения импульса, для того, чтобы ракета летела вперед, что-то должно выбрасываться назад. Но, если мы подумаем, то мы поймем, что частицы продуктов сгорания, которые вылетели уже струей из двигателя, они летят просто по инерции и никак не действуют на сам корпус ракеты. А когда мы рассматриваем силу тяги, мы должны рассматривать именно силы, действующие на корпус. И эти силы могут создаваться только за счет давления внутри камеры сгорания. И вот здесь у нас стрелками показаны силы, действующие на стенке камеры сгорания. Ну и мы видим, что вот каждой стрелке соответствует противоположное. Эти силы друг друга компенсируют за исключением одной вот этой стрелки, выделенной зелёным, которая расположена напротив сопла ракеты. И я помечу это таким пунктиром. Получается, что напротив сопла ракеты у нас есть площадка, на которую действует нескомпенсированная сила давления. И именно она определяет силу реактивной тяги. Ещё раз. Без струи ракета, конечно, никуда не полетит, но сила тяги определяется вот этим силой избыточного давления на вот эту площадку, расположенную непосредственно напротив сопла ракеты. И получается, что давление газов внутри камеры сгорания с одной стороны создаёт силу, которая толкает корпус ракеты в одну сторону, а с другой стороны создаёт силу, которая выталкивает продукты сгорания из сопла ракеты. И такая пара противоположно направленных и равных сил возникает в любом случае реактивного движения. Для нашей машинки один конец натянутой резинки толкает поршень, который ускоряет шарик, вылетающий из трубки. А другой конец резинки толкает корпус машинки, которая едет в противоположном направлении. А теперь ещё один опыт, который мы проведём с этой детской водяной ракетой. В ракету накачан воздух, и этот воздух играет роль сжатой пружины. Своим давлением он будет выталкивать воду через сопло вниз, а ракета толкать вверх. Итак, нажимаю на спусковой рычаг, и ракета уходит вверх. А теперь мы переходим к нашему традиционному заключительному вопросу, для которого мы приготовили вот эту игрушку, которая называется Сегнерово колесо, и представляет собой бутылку, в которую вставлены две изогнутые трубки. Когда мы наливаем в бутылку воду, она начинает бить двумя противоположно направленными струями из трубок. И бутылка раскручивается. Но мы с вами уже понимаем, что реактивная тяга создается не самими струями, которые уже вылетели из бутылки, а не скомпенсированным давлением внутри системы. Но где именно возникает это не скомпенсированное давление? Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok